Выездная радиостудия на железной дороге. Радиоведущие Комсомольской правды впервые говорят о безопасности на путях в таком формате. Место выбрано не случайно. Даже на таком переезде, который круглосуточно обслуживается дежурным работником, где установлены шлагбаумы, заградительные барьеры, все равно происходят аварии. И даже сейчас, когда на месте стоит экипаж ДПС, журналисты и сотрудники РЖД, водители не стесняются выезжать на красный. Посмотрите, сигнал светофора работает, да? Машины едут, машины едут. Вот прямое нарушение. Даже если такая халатность и не приведет к аварии, то как минимум сделает кошелек легче. Например, на этом переезде установлена система видеофиксации. Предусмотрена ответственность за данное правонарушение в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. За повторное административное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до одного года. В день, наверное, раза четыре точно. Человека останавливаешь, то здесь нужно остановиться. И становишься непосредственно с автомобилистом и поезд встречаешь. Профилактические акции – лишь одна из мер, которые предпринимают в РЖД, чтобы снизить аварийность на железной дороге. Конкретно здесь недавно выровняли участок, чтобы улучшить видимость для машинистов. Всего в Алтайском крае 238 железнодорожных переездов. В зависимости от загруженности на переездах устанавливают светофорную сигнализацию, проблесковые маячки, извещатели повышенной громкости, системы видеофиксации и не только. Но даже все эти меры не помогут, если на переезд заезжает лихач. Даже вот это все, что стоит, не является преградой. Ну, допустим, автомобили или трактора, которые идут, мы видим, это тяжелые виды техники, которые, в принципе, могут устройство заграждения плиты, специальные металлические или шлагбаумы, сломать и заехать на переезд. В прошлом году в регионе произошло 8 ДТП на железной дороге. Погибли 7 человек. В 2022 году, к счастью, на переездах края без летальных исходов. И пока всего одна авария. Ирина Корчагина, Алексей Фрисин. День с толком.